друзья всем привет прежде чем вы приступите к просмотру данного ролика хочу вам сказать следующее весь материал который вы дальше увидите был снят в августе месяце сейчас уже на дворе у нас сентябрь чисто физически не было возможности снимать монтировать и выпускать видеоролики потому что вот последний месяц я практически не вылазил из-за компьютера по своей основной работе приношу искренние извинения перед вами моими зрителями и подписчиками что так долго не выходил на связь потому что некоторые меня уже там потеряли со своей стороны опять же пообещаю что я постараюсь так надолго больше не пропадать вот ну и прошу отнестись к этому с пониманием приятного просмотра и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 приобретет себе землю было бы неплохо иметь таких соседей единомышленников даже не то что соседи хотя бы где-то недалеко друг от друга жить так что такие дела поэтому для меня процесс съемки этого всего видеоблогинга моего он больше одиночный такой процесс я пока еще не научился как-то более-менее раскованно себя вести с камерой при людях тем более не знаю какая будет реакция у народа вроде как-то пообщаться приехали хотя он всегда практически выходил с камерой на его канале кстати можете увидеть он наверно наверняка выложит ролик про то как он ездил сюда потому что снимает влоги чуть ли там не каждый день укладывает свою жизнь свои там все эти поездки и так далее ссылку кстати на канал игоря я оставлю в описании те кто еще не подписался не смотрел там заходите если понравится подписывайтесь передавать от меня большой привет ну и я повторюсь очень рад что познакомился с таким человеком я люблю знакомиться с интересными добрыми людьми тем более которые мы в том же направлении что и я ладно хватит болтать пора и честь знать выдалась у меня минутка как минутка часик-другой хочу сейчас приступить к закапыванию траншеи траншеи от кессона к малому домику все там проложили все трубы все коммуникации сейчас покажу как там все выглядит так ну вот он сам кисон значит гидроаккумулятор он же гидробак серые манометры обратные клапаны вот такая вот картина здесь и вот в изофлексе в этом идет труба pnd с водой и рядом в трубе поменьше идет кабель питания вот все сейчас мне это предстоит закопать друзья ну я вот уже копаю полтора часа только что вы все видели сами в ускоренном ритме закопал ну почти треть это только с этой стороны там еще траншея с той стороны забора я думал на самом деле закапывать легче чем откапывать не тут-то было грунт уже весь слежался тут просто половина глина еще травы понаросло она своими корнями все это держит ладно ничего потихоньку зароем никто не говорил что будет легко жить на своей земле что хочу сказать вам по поводу стройки некоторые пишут спрашивают как там дела герман у тебя на стройке как дела смотрим в общем сюда мы пока не смотрим здесь будет все законсервировано это вот старый дом который был раньше здесь что касается непосредственно пристроя тут дела уже вот в таком на таком скажем так этапе это вот стена еще не зашита потому что это как бы сказать технический такой вход сюда затаскивали доски вот эти вот половые шестиметровый пункт стоят уже окна вот он наш санузел будущий сейчас вот тоже до обшивается начал точнее обшиваться это будет люк сюда как раз подходит вода в дом заходит это будет кухня вот так уже симпатично все выглядит уже как бы поуютнее стало летучие мыши там не висят а то там летучие мыши висели когда потолок не был подшит вот такие дела значит у нас на стройке сейчас покажу по моему я даже не показывал как это все снаружи выглядит вот так это выглядит снаружи в итоге потом старый домик тоже до шьется таким же такой же доской все будет в одном стиле тут такая друзья накладка вышла я очень долго не выпускал ролики и всем наверное показалось что многим показалось что я как бы либо не двигаюсь в своем прогрессе либо вот по поводу кур допустим тех же типа не бери на зиму там туда-сюда дело в том что этот ролик про кур ставку я снимал недели три назад а то и месяц поэтому все никак не мог выпустить ролик не хватало материала не хватало времени поэтому он так скажу куры сашкины пионеры они уже растут вовсю цыплята уже наверное месяцем а то и больше и поеду я к ним не раньше того как закончил вот это вот в свое помещение а это будет наверное через месяц а то может быть и позже сейчас вот вы кстати у игоря могли видеть на канале он уже вчера показывал это помещение сейчас это маяки стоят запенены все отверстия щели сюда вот так буду укладывать минеральную вату в качестве утеплителя и зашивать это все о избе на пол будет стелиться там старый линолеум чтобы легче было собирать подстилку сено и опилки будут насыпаться так ну тут будет стеной отгорожено как я уже говорил будет дверца с той стороны здесь будет лаз не будет все будут выходить здесь будет огорожено и куры будут выходить за территорию там будет тоже скажем так выгул они не будут сидеть у меня постоянно в этом сарае мы будут гулять в общем вот так что немножко я надеюсь внес ясность картину этого происходящего также смотрите сколько у меня сена на подстилку курам вот такие вот три копны ой 4 копны образовалась но опять же спасибо большое соседу и дай бог ему крепкого здоровья если бы не он я бы так и не сподобился осенцо до нужная вещица подсыхает хоть и дождичек нет нет идет но все равно полностью как мне сказали она не промокнет если что там верх немножко снять разворошить раскидать она подсохнет и вот в копне так она особо не мог нет поэтому сейчас до конца лежит посохнет и потом я наверное в большую большой стоково сложу на мини стажок такой на какой-нибудь удобное место может быть во дворе но хотя вряд ли на где-то поближе к курятнику будущему чтобы удобно было таскать мне конечно сосед советует в сарай под крышу но я что-то не знаю наверное не надо в сарай потому что есть у меня задумки освоить полностью помещение там сильно будет мешать в общем это ладно это все потом так что вот такие вот дела с сеном что касается огорода вот так выглядят наши тепличные джунгли помидоры выше моего роста висят зелененькие это ладно это пол беды перец с баклажанами в этом году так себя вообще всего штучек меньше десяти мы даже по моему сняли с таких кустов они что-то не завязываются цветут но не завязываются в общем так себе может быть сорт неудачный может быть мы что-то не так делаем но ничего ладно на ошибках учиться укроп вот такой там морковь он мама поливает чтобы вырывалась хорошо сейчас надо ее собрать свеколка нет нет пока растет вот эта капуста романеско тоже что-то ничего не понятно когда она собирается завязываться судя по всему завязываться она не планирует села батарейка с продолжим в общем с романеско с это все понятно судя по всему сажать мои больше тоже не будем что касается помидоров которые в открытом грунте очень много сейчас подвержена фитофторе у до удаляемых которые заражены ну и вот так вот собираем зелеными что делать будут дозревать на подоконниках либо там будем что-то готовить из зеленых как-то мама рецепт вычитал квашеные какие-то делать можно что-то в этом роде огурцы в этом году порадовали тоже правда уже потихонечку отходят но урожай мы сняли хороший картоху копаем потихоньку тоже на еду повторюсь мы в этом году много и не сажали так чисто экспериментально здесь вот немного и вон там саду несколько кустов ну тут тоже помидоры сорта я не помню какого как он там вам сорт называется черный мавр вот такой черный мавр тоже высокий но пока зеленый друзья вот такой в общем скомканный не о чем на ролик получился мы с вами снова перенеслись в сентябрь сентябрь нынче дождливый ветреный сейчас если меня не унесет я трех словах обрисую вам ситуацию и будем заканчивать следующий ролик надеюсь будет более информативный шатер кстати он такой поставили чтобы коротать вечера если такие свободные выдаются у костра не мопнуть под дождем смотрите как все заросло как все заросло я не косил уже очень давно в общем давно было мне задание брать эту всю ботву практически заключением капусты кстати тепличка надо подоткрыть морточку сами сейчас откроем что смотрите в теплице осталось вот баклажанов урожай никакой сняли конечно часть это вот остатки помидор желтенькие основном остались перец ну и хватит про теплицу опять все по возможности от свободное работы время основной и что самое главное друзья что я хотел вам показать и какой радостью хотел с вами поделиться это вот вечерами в глубокими вечерами уже нападаю на курятник и делаю 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 вот такие вот у нас дела но об этом обо всем поподробнее в следующем ролике все спасибо что смотрите меня спасибо за терпение за понимание всего доброго до скорых встреч